Это новости на БТБ. Здравствуйте. Ночной обстрел и очередные потери среди украинских военных. Минувши ночью были обстреляны позиции сил АТО у села Мариновка Донецкой области. Сначала огонь велся из Града, затем из минометов и самоходных гаубиц Гвоздика. Стреляли со стороны госграницы с Россией. Об этом сообщает руководитель Центра военно-политических исследований Дмитрий Тымчук на своей странице в соцсети. Из Градов боевики также обстреляли силы АТО и переправу в село Дмитровка в Донецкой области и возле села Провалье в Луганское, а также Луганский аэропорт. Данные по потерям среди военнослужащих уточняются, пишет Дмитрий Тымчук. Президент Петр Порошенко ожидает от Европейского совета поддержки Украины. Об этом он заявил во время встречи с министрами иностранных дел Польши, Латвии и Исландии. Петр Порошенко отметил, рассмотрение сегодня на заседании ЕС вопрос о ситуации в Украине продемонстрирует, насколько едина Европа. И подчеркнул, украинский народ заплатил очень высокую цену за свой европейский выбор. Сначала обострение ситуации на Донбассе погибли 258 военнослужащих. Президент акцентировал внимание на том, что со стороны России продолжается переброска оружия и боевиков. Поэтому Украина ожидает отъезд поддержки. Ведь сейчас происходят решающие события в украинской истории, подчеркнул Петр Порошенко. Барак Обама и Ангела Меркель в ходе телефонного разговора пригрозили Россию новыми экономическими ограничениями. И потребовали от Кремля предпринять немедленные шаги по деэскалации обстановки на востоке Украины. Вашингтон и Берлин требуют от Москвы призвать аппаратистов освободить всех заложников, которых они удерживают, прекратить поток вооружения, оборудования и боевиков. Россия должна поддержать двухстороннее соглашение о прекращении огня, переговорный план под эгидой контактной группы ОБСЕ, а также создание в рамках этой организации механизма наблюдения за границей. Телефон-разговор Обама и Меркель состоялся в преддверии внепланового саммита ЕС, который стартует сегодня в Брюсселе. Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о награждении государственными наградами Украины военнослужащих, отличившихся во время проведения антитеррористической операции в Донецкой и Луганской областях. Военные удостоены орденов Богдана Хмельницкого 2-й и 3-й степени, орденов за мужество 1-й и 3-й степени, медали за воинскую службу Украине и защитнику Отечества. Часть военнослужащим присвоили награды посмертно. Количество вынужденных переселенцев в Украине увеличивается. Украинская залезница продлила курсирование дополнительных поездов из Луганской и Донецкой областей. А на вокзале открыты специальные центры, куда жители Донбасса могут обратиться за помощью в поиске жилья и работы. Продолжит тему Юлия Боднарь. Светлана из Донецка. В столицу приехала сына. И сразу женщина обратилась в центр помощи на вокзале, чтобы найти временное жилье. Сын уже подыскивает работу. На камеру Светлана говорит неохотно, как и большинство людей из Донбасса. Ведь страх еще силен. Это наша Украина. Почему Украина не должна отдавать Донбасс? Почему она должна отдать его? Мой сын говорит, у тебя пять пальцев, у тебя забирают один палец. Ты будешь свободно его отдавать? Понятно, нет. За помощью в специальный центр на вокзале обращается около 50 человек в день, говорят волонтеры. Помочь найти работу или жилье пытаются всем. С жильем, к сожалению, мы не можем ничего предоставить Киеве и Киевской области, потому что полностью переполнены районы. Но мы предоставляем, если это интересно, если люди готовы, ищем для них возможности расселения в других областях. И предлагаем, договариваемся, созваниваемся. И люди отправляются. В последнее время очень много людей сразу же готовы ехать. Алла с внуками из Луганска бежали в столицу уже во второй раз. Надеются, что снова приехали ненадолго. И в скором времени все затихнет. И можно будет вернуться домой. Ведь какие бы отзывчивые люди не были в Киеве, дома все же лучше. Вы знаете, столько добрых людей откликнулось через интернет. И в прошлый раз нам помогли устроиться в Литках. Мы провели там 10 дней. Я благодарна Киеву вообще всем. Дополнительные поезда из Луганска и Донецка курсируют в Киев через день. И так будет, пока все желающие не покинут опасные районы, говорят в управлении украинской железной дороги. Юлия Боднырь, Алексей Ремнев, БТБ. Ну а тем временем Россия разрешила представителям так называемой ДНР открыть военкоматы в Москве. Об этом в своем твиттере написал чрезвычайный полномоченный посол США в Украине Джеффри Пайт. На этом у меня пока вся информация. Оставайтесь с нами. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова